Поручик Колокольцев дерзит, пьянствует. Фей, мой хороший. Надо же как-то бороться со скукой армейской жизни. Ты позоришь мундир и фамилию. Я завтра же попрошусь о переводе. Попросись о переводе прямо в ЦР. Граф Лев Николаевич Толстой. Как тот самый? Ну почему вы не знаете? Потому что мне мешает. Заставили тут все своей ерундой. Убушу тебя, жаба. Простите меня ради Христа. Просто какой-то сумасшедший. Николай Леич, узнаете, почем он покупает гуано? Зачем нам говно из Аргентины? У нашего своего не хватает. Гуано это не говно, это птичий промет. И этого добра у нас достаточно. Мне кажется, ты меня в тайне ненавидишь. Я ненавижу не тебя, а твой этот русский народ. Твою любовь к нему. А по роже ты давно не получал? Карцер его. Слава Богу. Ну как мне? Не любить русский народ. Это же сосуд доброты и милосердия. Я тебя убью. Знакомьтесь, Лев Николаевич Толстой. А мы с вами знакомы. Мы с вами на Кавказе служили. Вы потом описали мне в рассказе разжалованный. Солдат, который выпрашивает деньги на водку. Господин поручик, принимайте командование ротой. Нижние чины свободны. Ничего у меня не получается. Во всем я либо дурен, либо глуп. Беда. Солдаты шарят. Салону, господи! А ребята же не просто пошутить хотели. Ну что, дымно будет, и бабы голые повыскакивают. И у вас начнёт всё получаться, когда перестанут доказывать, что ты отцовили себя. Не могут же они его казнить за пощёчину. За то, что он ударил другого человека по лицу, мы с вами его убьём. Нас! Блин! Блин!